Главный финансовый документ Ненецкого округа вновь претерпит изменения. В его доходную и расходную части включены трансферты из федерального бюджета, корректируются прогнозные показатели по налоговым и неналоговым поступлениям, исходя из фактических поступлений. Кроме того, в расходную часть включаются дополнительные осигнования на погашение кредиторской задолженности, возникшей на 1 января 2017 года. Также в бюджете региона на текущий год увеличиваются осигнования на исполнение расходных обязательств округа по социальной поддержке. В целом параметры бюджета Ненецкого округа на 2017 год по доходам и расходам увеличиваются чуть более чем на 189 миллионов рублей. Дефицит составляет более 1 миллиарда 700 миллионов. В процентном соотношении его размер сократился до 14,3%, с 14,5%, что является допустимым пределом. Увеличиваем по налоговым и неналоговым доходам увеличение происходит на 152 миллиона. В том числе мы увеличиваем налог на прибыль на 7 миллионов 692,1 тысяч рублей в соответствии с пересчетом по стоимости баррелей, курсу доллара. И увеличиваем на 3 миллиона 215, это дебюторская задолженность в прошлых лет, возвраты так называемые. И СРП непосредственно по прогнозу и расчетам предприятия увеличивает на 59 миллионов 431 тысяч. Кроме того, в результате нарушения сроков исполнения со стороны подрядчика по установке комплекса «Безопасный город» окружная казна пополнится еще на 82 миллиона. Безвозмездные поступления из федерального бюджета составят почти 36 миллионов 900 тысяч рублей. И это еще не все. Ненецкий округ в 2017 году из федерального бюджета получит более 270 миллионов рублей для строительства школы и детского сада в новом микрорайоне Нарьинмара. Средства будут выделены в рамках федеральной целевой программы «Жилища». Кроме того, в этом году из федеральной казны будет направлено около 6 миллионов рублей на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Предлагается от 4 квартиры, это номер 2, 43, 47, 63, в жилом доме по улице Швецова, дом номер 1, построенным в рамках программы номер 2 для переселения из ветхого аварийного жилфонда, перераспределить на цели под программой 1 для предоставления жилья по договорам социального найма и договорам найма специализированного жилого помещения. В расходной части бюджета существенное увеличение отмечено по Департаменту образования. В частности, речь идет об организации летнего отдыха детей. Также впервые выделены средства 5 миллионов рублей на инициативное бюджетирование. Эти средства будут направлены на софинансирование тех объектов, которые не войдут в программу благоустройства. Елена Семеновичева, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север.